Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в самый обычный день, в самом обычном районе города Дортмунда, но в гостях у очень необычного человека. Сегодня мы в гостях у поэтессы Рогнеды Сергеевой. Ну, почему этот человек необычный, она расскажет вам, пожалуй, сама. Liebe Freunde der russischen Kultur, wir begrüßen Sie heute aus Dortmund. Und in Dortmund, in dieser, ja, sagen wir mal, gewöhnlicher Stadt, im Ruhrgebiet, lebt ein ganz ungewöhnlicher Mensch. Eine sehbehinderte Dichterin, Рогнеда Сергеева. Warum sie aber ungewöhnlich ist, darüber erzählt sie Ihnen selbst. Рогнеда, добрый день! Добрый день! Добрый день, Рогнеда! Я хочу вас попросить, несколько слов о том, что вы говорите. Да, все, что вы говорите, это немножко сложная. Я родилась в Казахстане, я не могла, я велика много лет, я имею в виду, я у меня тогда не могла, я в school обрешение, а также в университете. Ну, ты приехал из Казахстана и ты вы пришли с какими годами? Под 27. Под 27, это достаточно много. И ты начинал сразу с студией, или ты уже не знал, или как это было? Нет, я не знал, и для меня это было очень сложно. Я думал, что я хотела, что я хотела, но не потому, что я могла это. Что это необходимо для моего мира в Германии. И это действительно была моя большая мотивация. Но до перфекции... Но перфекция не для этого мира, как сказал Jesus. Я восстанавливаюсь, когда хочется рыгать. Заниматься чем-то скучным все равно, что потерять. А душа? Ей лишь в полете, и спокойно, и светло. Ведь когда она на взлете, станет вдруг бессильным злом. Ты пишешь книжки? Да. Ты пишешь книжки, но что значит поэзия для тебя? Поэзия для меня, это может быть огромное слово, но я всегда чувствовала себя так. Я начал писать книжки, когда я 20 лет была. И это было очень красиво. И эти комментарии в комментарии. Я также написала книжки на беттлаке. О, беттлаке? Да. Я не хотела мою маму ответить, но эти идеи были массивно и мощно. И я написала книжки на бумаге, но все остальные были на беттлаке. Rockнида Сергеева. Стихи Рагнеды Сергеевы отличает особые лиризы и нежность. Стихи Рагнеды Сергеевы отличает от русского языка. И много людей, от которых я рекомендую рекомендую. И они рады, когда я пишу новые лиризы. Но я желаю, что это больше. И что это интересно. Сегодня очень сложно. У меня есть мобильные телефоны. И люди вообще не читают книги. Это правда. Но я поддерживаю свои лиризы. И я в основном идеалист. И я знаю, что всегда есть люди, которые будут читать мои лиризы. И я думаю, что это самое главное. И для того, как я знаю, что тоже должно быть большой смазанием для каждого сцена. Но, как я знаю, ты связанная история с твоими петриками, которая дает вам много больше, чем вам д алип. Скажите ее. Ах, да, это всегда такая ситуация, которая любит. И я имею, в каждой языке это мой любимый язык. В моей маме, в английском языке, в итальянском языке. И без любви, можно не писать книги. И я об этом 31. декабря, пару знакомых и друзей, чтобы все хорошо, чтобы это неожиданство. И у меня была женщина, которая была очень рада, она была в жизни. Она сказала мне, что она не хочет жить дальше. И я сказала, что я вам покажу, что я вам покажу, что я вам покажу. И это очень fascинал. И она сказала, что я вам покажу, что я сейчас видела жизнь. И я хочу продолжать жить дальше. Можете нам это декабря, что ваша любовь была в жизни? Я знаю, что у тебя проблемы с глазами, но мы можем попросить. Спасибо. И с улыбкой созерцать радугу и солнце, с восхищением принимать то, что нам дается. Оптимизма вот рецепт. Так гоните смуту. И неважно, сколько лет стукнуло кому-то. Ромнида, ты сейчас уже 20 лет в Германии. И в этой времени ты в Воруме учил славистику и итальянистику. Но ты работаешь не в твоем направлении, но в направлении Интеграция и английского языка. Скажи, что для тебя Интеграция? Я думаю, что я могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать. Я считаю, что я считаю интегрированным. И поэтому, когда я учусь, что я делаю с сердцем и сердцем, то я скажу, что я делаю, что я делаю, что вы тоже делаете. Это важно. Это важно. Это важно, чтобы людям поддержать и сказать, что я делаю, что вы тоже делаете. И еще раз вопрос. Как ты учусь, как ты учусь с твоей обучения? Как ты учусь сейчас? Да, это огромное большое количество для меня. Я только учусь в присутствии. И я не могу ничего не учусь в декабре. И это я тоже в школе нашла. И мне шефин очень понимающий человек. И какая роль в игре для тебя в музыке, что ты, как ты, как только из ее Безвития, как и из-за этого фея от Леглядей, какие контакты с людьми из Казахстана? Какой роли музыка имеет для вас? Я думаю, что я в этом роде 2 музыки, один поетический и один поэтийский. И музыка – это мой любимый hobby и это единственное, что я могу делать без меня. Потому что я не играю на ноте, а просто на ноте. И это тоже моя медитация. Нет мелодий, которую я по-настоящему делаю. Это мне мощность. Да, музыка – это мой любимый и моя медитация. И также роза-роте Бриле, которую я хочу видеть в мире. Да, но это очень красиво. Я хочу видеть в мире. Класс! Можем я вам представить? Да, конечно! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ностальгия Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 А я хочу в свою Караганду В село Садовое на речку Кунду-Сду Ведь я родился, учился там и рос На Новый год там много снега и мороз Но всё ушло, давно всё позади И не вернусь, где летние дожди Где облака, то солнце не погладь Всё это можно только вспоминать Субтитры создавал DimaTorzok